Растяжки с гранатами в детских кроватях, под посудой и одеждой в домах, лепестки, которые не видны в траве. Все это оставляют после себя российские войска на освобожденных территориях. Мины на растяжках считаются одними из самых коварных средств введения войны. Часто от них страдают мирные люди. Чтобы максимально себя обезопасить, нужно знать, как они выглядят, где их можно встретить и что делать в случае опасной находки. Обычно растяжка – это тонкая малозаметная проволока. Если ее зацепить, срабатывает взрывчатка. Но стальные провода достаточно грубые и хорошо видны. Поэтому часто для минирования используют тонкую рыболовную леску, которая к тому же сливается с растительностью или поверхностью. Ее легко увидеть, осветив лазером. Растяжка не всегда натянута. Может и свободно висеть или быть присоединена к какому-либо движущемуся предмету. Дверь, окно, крышка, колесо, ветка, оружие. В зависимости от того, каким образом она приводит в действие взрывное устройство. Часто используются простейшие самодельные растяжки из ручных гранат. К примеру, такие находили местные жители Бучанского района Киевской области в лесу. Две F1 в народе, их называют лимонками, в полной боевой готовности были привязаны к деревьям. Эти гранаты установили российские войска во время отступления с Киевской области весной 2022 года. И людям очень повезло, что они заметили их до того, как зацепить. Гранаты могут быть установлены на растяжке во дворах, домах, огородах. В зависимости от модели имеют разное количество заряда. Однако при использовании в качестве растяжек опасны любые виды. Радиус поражения несколько десятков метров, но осколки могут преодолевать и большие дистанции. Ручных гранат есть несколько видов, но все они имеют металлический корпус и небольшого размера. РГО и РГН. Так выглядят РГД-5 и Ф1. Это взрыв очень опасной противопехотной осколочной мины МОН-50. Обычно она имеет прямоугольную форму и пластмассовый корпус, но иногда бывает круглой и металлической. Такие мины можно найти там, где длительное время базировались войска и обороняли позиции. Устанавливаются МОН-50 на поверхности земли, на здания, деревья, то есть могут быть где угодно. Характерно для этой мины использование растяжки, которая может быть в виде натянутой нити или чего-нибудь подобного. Ни в коем случае приближаться к ней нельзя. Зона поражения от 50 до 200 метров, как два футбольных поля. Очень внимательно нужно ходить в местах, где происходили боевые действия. На растяжке также может быть установлена противопехотная мина ПОН-2. Активизируется датчиками из малозаметных нитей, которые можно задеть на любой высоте. Радиус смертельного поражения 15-25 метров. Отдельные обломки могут долетать еще дальше. Очень похоже на предыдущую, по характеристикам ОЗМ-72 также является осколочной противопехотной миной с металлическим корпусом и датчиками-растяжками. Но это далеко не полный список взрывчаток, которые могут забрать жизнь, если человек зацепит тонкую нить. Конечно же, главное правило осторожности – внимательно смотреть под ноги. Но, к сожалению, с минами на растяжках не все так просто. Ведь их устанавливают как на уровне лодыжек, так и выше. К примеру, в лесах они встречаются между деревьями и ветками. Поэтому на ДЭК первенных территориях в леса вообще нельзя ходить. А вот безопасны ли дороги и улицы в населенных пунктах можно проверить в онлайн-приложении от ГАЗЧС. Оно называется «Разминирование Украины». Интерактивная карта показывает возможные и уже подтвержденные опасные зоны, к которым нельзя подходить. А при приближении к таким участкам приложение сразу предупредит об угрозе. Также в приложении можно оперативно известить сотрудников ГАЗЧС об обнаружении взрывных или подозрительных предметов и вызвать саперов. Загрузить приложение «Разминирование Украины» могут пользователи как Android, так и Apple. И самое главное, если увидели что-то подозрительное, не подходите и звоните 101, ведь безопасных мин не бывает.